Ну вот мы собрались на обед с братом, с братьями. Я только проснулся сейчас, я еще маленько металл. Глаза утру, ну вот. Помыться хочет? Ну потом, сейчас я узнаю. Как вы попали-то сюда? А кто вы сюда решил приехать? У кого-то спрашивать нужно было? Так неужели так спрашиваем. Мы на особом учете оставим в милиции. Мы обязаны сейчас первым делом милиции сообщить. У меня документы имеются. У нас никак. Документы покажите. Без проблем, без проблем. Я нигде не на учете, нигде не состою. Ну докуда прячешь? Мы же должны знать, у нас все записываются. Такой порядок. Что ты прячешься? Я ни от кого не прячусь. Я домой еду. Я вам сфотографирую. Давай. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Так вот. Деформация мне тоже. А ты дальше пропишешь. Не древний. Где пропишешь? Военкоматы там ставят. Военкоматы, да? А где ставят военкоматы? А нет, это не то. Где военкоматы ставят? Селенное положение такое. А вот военный обязан. В армии уже был. У меня холод пошел. Так. Непонятно. Откуда вы узнали, что здесь селение и как оно называется? Я не знал, как оно называется. Я поинтересовался. Ну а как вы? Я шел по железной дороге. По железной дороге шел. И что дальше? Ну, наверное, я увидел. И увидел деревню. Да. Вы про нее не знаете еще? Почему? Не знаю. Откуда вы про нее знаете? Ну, когда едешь по трассе, которая находится в 12 километрах, там написано, стоит опознавательный знак, написано деревня Потеряевска и расстояние. Я спрашиваю, Потеряевка, как вам известно? Почему вы решили, что потеряет и вам нужно быть? Ну, рядом корчен, ребриха, селы. Да я не дошел до них, я пить хотел. Вы мне как-то вопросы не те... Вы пить такую дорогу шли, что она пить? Я со вчерашнего дня не кушал, не пил. Еще такие вопросы. Ну, где вы шли? Так что-то нигде воды нету дорогой? Пил класс, давали. Да далеко это было. Ну, вы пришли с какой целью? Цель какая у вас? Зарядить телефон, попить водички и отправиться дальше. Так у нас не делается. Мы можем накормить. Ну, так просто с улицы, это никак. Ну, как я с улицы? Ну, это может такой, какой, как говорится. Чтобы рассмотреть, где что лежит. Мы постоянно ловим этих воров и даем их куда надо. Да у меня тяжело ничего не нужно. Я вам расскажу, как есть. Я понимаю, все. Я поинтересовался уже. Это был, могли ли вы? Вы поинтересовался уже. Живете-то где? Да. Ну, в паспорт посмотрите. Где? Ну, сейчас. Ну, можешь ответить, где? В поселок Первомайский, находится за кочевом. В Первомайский, за кочевом? После станции, да. Все верно. Семь километров по полю. А откуда идете? Иду вот с поезда, в станции Ребриха, оттуда, с той стороны, по железной дороге до станции Кольща. Ну, а зачем лазить, когда поезда идут туда? Понимаете, когда вот ты поезд, как сказать, не тот бьет, покупаешь, когда тебе нужен до станции Кольща, а ты покупаешь до станции Ребриха, денег нету, и потом ты там вылазишь, и телефон у тебя садится, и ты не можешь позвонить, а по пути больше некуда зайти, и ты видишь вот такое. Понятно, живете в Первомайском. Мы пришли на какой станции садились? Чтобы попасть туда, где были. Где были? Я в Барнауле вообще садился? Ну, в Барнаул-то вы как попали? На какой станции садились? На Кольщины? Я туда вообще уехал три месяца назад, четыре. Я дома не был. Ну, когда уезжали, на какой станции садились? Три месяца назад? Мамонтова. А? Мамонтова. Ну, Мамонтова нет, уже жили на дороге. А зачем жили на дороге? Я на автобусе вообще уехал. На автобусе, на Мамонтовском автобусе и туда вы ехали. В Барнаул. Да. Да. И зачем? В Барнаул-то вы зачем? Ну, вы простые вопросы не можете ответить. Вы обязаны ответить? Ну, почему? Как я обязан? Я вот просто смысла не понимаю, зачем я вам отвечаю. Ну, хорошо. Вы поехали в Барнаул. С какой целью поехали в Барнаул? Не, ну, мне просто интересно вам за чего это узнать. Для чего вам это интересно дать? Мне просто интересно. Вы не хотите разговаривать, да? Не, ну, вам это для чего? Ну, я должен узнать, поверить вам. У вас не сходится нестыковка. Поехал в Барнаул, а дальше не знаешь, не придумал что еще. Почему? Я могу. Вот просто он меня снимает. Ну, нет. Ну, а как ты хотел? Ну, как хотел. Если пообщаться... Ты к нам пришел, а не мы к вам. Вы к нам сюда заявились. Понимаете? Понимаете. Вы с кем здесь разговаривали в деревне? Да ни с кем. Я вот шел, увидел человека. Я сюда попить зашел. Телефон. Мне где даже, да? Вам дали напить? Да, попить дали. Телефон мой поставили на зарядку. Я сказал, телефон поставить и попить. А зачем вам телефон, если вы домой идете? Зачем он заряжать, когда пешком до Корщина тут рядом? 15 километров-то. И заходить в такую дали идти, теперь обратно идти и такой крюк делать. Зарядить телефон, который еще не изобрели. Я сказал, я совершенно не кушал и не пил. В чем вопрос? Зачем вам телефон заряжать, если вы идете домой? Извиняйтесь, пожалуйста. Дедушка, как тебе к вам обратиться можешь? Да никак надо обращаться. У вас, видите, как. Вы не придумали, что сказать дальше. А что придумали? Зачем все такое придумали? Ну как, интересно. Телефон иду заряжать, незнакомым людям заряжать. Извиняйтесь, я перебью. Телефон в ноль был севший. Даже не включался. Позвонить, да переживай, домой, мне. Вы идете домой. И чтобы не переживали, вы должны еще дольше оставаться здесь. Вы уже дома были бы за это время. Вы уже бы дошли. Сейчас телефон зарядит. Я сейчас возьму телефон, позвоню. Понимаете? Чтобы... Да не надо звонить. Вы дошли до дома в это же. Вообразите, что телефона у вас нет. Или он не изобретен. Еще дальше. Сидели бы на линии, ждали, где придумать телефон. Нет. Ну, только что. Я 7 часов вышел. Смотрите, я... 7 часов я был... Нет. В 8 часов я вышел с той станции, которая находится перед станцией под Степной. Ребри. Паново. Паново. Оттуда я шел сюда, в эту сторону. Сколько? 3 часа. 4 часа? 3 часа я сюда шел. Я говорю, а шел я... Ну, только как я 4 часа, то есть. 3 часа. Что, почти в 12, да, я пришел? В 10, да. Я говорю, я не кушал, не пил. Получаю, у меня нету сил идти. Тяжело, если было. У тебя образование какое? Сколько классных? Да, 7 я просто ранее. У нас 3 специальные у меня. 7 классных? Вот, 7 классных колледж. Алтайский архитектурно-строительный колледж. А как он называется? Строительный? Алтайский архитектурно-строительный колледж. Ну, это они придумали. Вот там на Ленинском проспекте стоит такое здание, маленько как бы. Ленин в 68, но я учился не там. Ну, я его заканчивал в свое время. И за эти годы вы когда его окончили? Окончил? Да. А где в армии были служили? В Саунд-Самале. И сколько? Год. А почему? Год так и положено? Да, год так и положено. Он тоже вот год служил. Я ничего не показывал, а служил, спокойно поехал домой. Ну, дедовщина везде. На вас отразилось это? Ничего нам не надо делать. Слышал такой Равиль Шамсудинов? Сказали, ночью тебя опускать будут. И он восьмерых расстрелял в Забайкальский округ. Говорят, а почему офицеры мне не говорят? Так они первые начались. Он расстрелял их и все. И сейчас за него вся страна. Вы мне про кого говорите? Вы мне про кого? Я не знаю. Равиль Шамсудинов. Я не знаю, и меня это не интересует. Ну, повтори, что я сказал, как звать? Кого? Не знаю, просто понимаете, я мимо, половину слов ваш мимо. Потому что вы мне задаёте такие вопросы. Там дедовщина, их били. Меня никто не бил, это не интересно. Я спрашиваю, вы не попали под эту дедовщину? Нет, не попал. А что у вас здесь? Вот здесь? Да. Это уже у меня давно, это я ещё, когда в колледже учился, упал в ванну. Упал, у меня был ожог. Ожог это, наверное. Это у вас ожог такой? Да. Куда поупали? В ванной, я уже сказал. В ванной. Так в ванной такой ожог. Но когда горячая вода леска пошла, и так получилось, я не знаю, как это вышло, понимаете? Вот, у меня было вот так вот, и так затянуло. Что, не трезво было ещё? Трезво. Я же говорю, горячая вода пошла. Лапши не хватало только. Тут запарить. Ну да, согласен. Я попозже запарил. Там в кухне лежал. А сейчас где работаете? Нигде. А почему? Ну. Не нашёл ещё, как сказать. Работы нет такой, да? Призвание, да, своё. Куда мне там устроиться там? Стройка нуждается в людях постоянно. Я встроил. Земля пустует, обрабатывать некому. Встроил. Работал в постройке, да, умнее знаю. У вас трудовой стажа сколько? Ни столько нету. Сколько лет вам? Двадцать. Ещё не работали? Работал. А говоришь, стажа нету. Работал так где-то подрабатывал? Да, 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 на стройке подрабатывал так чисто. У меня питание. Значит, пока ты не пришёл сюда заряжать телефон, ты не знал, что существует, потеряется? Знал. Как я мог не знать? А как ты знал его? Вы что по трассе-то поедете? Там же знака познавать. Наверное, все знают вокруг, что она есть. По знаку бы шёл туда. Откуда вы знаете дальше-то? Дальше-то 12 дней. Никакого селения-то нету. Дальше корчено. Дедушка, извини меня, пожалуйста. Я шёл по путям, по трамвайным, понимаешь? По пути были только развалины какие-то. А вот эта вот станция, где ничего нет и развалины. Я иду дальше. Хочется пить. Я встал. Телефон всем. Мне нужно домой помнить, чтобы не переживать. Понимаешь? Не понимаю. Я смотрю дома. Я свернул и пошёл сюда. Воды попить и телефон попить. И я пошёл дальше. По новой. Почему не напились? По новой были. На станции. Там люди живут. Я там спал даже внутри. Ну, напился и до дома дошёл бы. А дальше видно было. Не могу, если я так понимаю. Курил я сигареты. Пить хочется всё равно. Курил? И курящий ты посмел прийти к нам сюда? Я здесь не курю? Да не здесь. А там территории деревьев. Ты не знал, где территория. Запрещается. Я там давно курю. Я не знаю. Где? А зачем куришь? С какой целью? Ну, отрава. Отрава. Двенадцать лет жизни отнимай. Я не курю. Я видишь. Двадцать лет и ты уже раб. Я не курю уже. Видишь. Двадцать лет и ты раб этой вонючей травки. Ну, вот бывает в жизни. Как это бывает? Не знаю, дедушка. Ты мне конкретно скажи от меня что хочешь, а? У меня никакой нету, как сказать, плохой цели, намерения или чего. Вам двадцать лет. Мне восемьдесят два. Разница есть? Ну да. Я знаю вас очень-очень хорошо. Меня за слово Божие провели. Двадцать шесть лет преследовали. Пять тюрем и лагерь запрещаем. Не просто так. Я вашего брата вот гляну только. Я понимаю. Здесь восемнадцать лет помогал в тюрьме. У тебя поведение, губы как ужимают все. Это видно, что ты уже прошел эти дымчатые коридоры. А. Прошел конкретно. Ну-ка скажи-ка мне как-то. Я тебе сказал. Это ты можешь узнать в интернете. И восемнадцать лет помогаю местным. Выходят заключенные. Ты хочешь сказать, что я был в колонии или где-то там? Выходят и ищут меня найти. Потому что я им очень сильно помогаю встать на ноги. Извини, пожалуйста. Ты хочешь сказать, что я был в тюрьме или где-то? Громче говори. Он не слышит. Вы говорите напропалую просто. У вас нет этого понятия, что есть Бог, есть ответственность за это. За каждое слово отвечает. Все, дед. Понял я тебя. Больше не надо мне ничего говорить. Вот так. Услышал я тебя. Понял, принял, осознал. Понял, понял. Вот у нас когда попадают здесь, мы воров столько ловили. Нет, дед. Я не вор, дед. И все, мне как бы слушать тебя сильно это. Я услышал тебя. Не вор. Если ты питаешься и не работаешь ты вор уже. Ты чужой поедаешь. Где я питаюсь? Я даже не покушал здесь. Да покормим мы тебя. Не нужно. Спасибо. Я телефон возьму и пойду дальше. А то ты мне, дед. Да нет. Мы должны с тобой поговорить дальше. Да мне, дед, не о чем с тобой разговаривать. Ты мне просто говоришь то, что я уже знаю и слышал не один раз. Какой ты насчитанный. Ты знаешь все. Прямо, прямо как. Радно начинаешь. Ништяк у тебя б ты пошел. Тебе еще учиться надо много в жизни. Какой дед ништяк? Ты что, показать, что у меня в карманах или что? Показать? Да. Давай, без проблем. Е-мое. Смотри. Маска, карточка, маска, телефон. Смотри, вот. Так, подожди. Сколько у тебя там денег-то? На карточке? Да нет. Вот это-то. Так уронил там перчаточку. А, перчаточку. Вот, смотри. Лепяна пустая. Может, посмотрел. Хочешь потрогать? Не надо, не надо. Смотри, смотри. Вот карман. Все, дед, ничего нет у меня. Вот пасха. Молодец. Ничего нет. Сейчас дождь идет, чтобы не замощить. Тебе солопан? Да нет дождя, дед. Солопанчик дать надо. Да не надо мне ничего, дед. Да нигде не скрывайся, е-мое. Да можно, тури иду. Но еще ты не стоял? А? Нет, не стоял, дед. Не стоял, не стоял. Ни психиатрии? Нет, нигде, дед. Да. Ты здоровый, крепкий? Лодырь, сто процентов. Я так и думал. Ты прям в точку. Здоровые руки, здоровые ноги, а голова вся профуренная. Последний раз когда выпивал? А? Алкоголь последний раз когда выпивал? Не пью, дед. Не пью, бросил. Последний раз когда? Не помню, дед. Не помню. Заспал. То есть это было не позже, чем вчера наверно? Да, да. Было, было. Ну за счет он говорит-то. У тебя губы за тебя говорят, как ты их дергаешь и. Я садок насмотрелся на вашего брата. Я понял, дед. Понял. Извини меня, пожалуйста, но мне с тобой больше не хочется. А то лишний поворот тебе не сгодится. Ладно, дед, давай я не буду тебя слушать. Ты мне просто говоришь, что мне не интересно тебя слушать. Я имею уважение, но извини меня. Так, ты не дергайся, сиди в покое. Зачем тебе неприятности называют? Какие дергаешься? У меня нет проезда. А я взял чужого? Вы зашли туда без приглашения. Ни за чем. Телефон заправляют. Такая причина. Нигде говорят, телефон не давать в руки. Полиция все время уведомляет. Взяли телефон. Мне позвонить надо. Из телефона смылили двое. Я со своим пришел, свой дал. Я откуда знаю, своим, добытым. Опытным путем. Каким опытным путем взяли? Я бы не отдал. Откуда я могу взять? У кого? Откуда знаете? Я буду разбирать. Там мои данные. Как я могу кого-то его взять и не отдать? В общем, даже просто. Ваши данные остаются в одной минуте. Так. Сейчас ты, дед, тоже начитал. Хоть тебе и 82 года. Тихо. Мы тебя сейчас покормим, напоим. Ага. И ты пойдешь прямой дорогой. Опять выйдем здесь. Да, дед, я позвоню. Я бы уже позвонил. За мной приехали. Понимаешь? Я устал. Сейчас, сейчас, ты отдал на зарядку. Как бы ты позвонил-то? Я тебе про это говорю, видишь, уснул. Вот, принеси. Давай, звони. Ой, спасибо. А что там, до 100 процентов? 80. Ох, вообще хватает. Поближе подожди. Да, слышно это? Слышно? Нормально. У нас тут и полночь, и полдень приходит. Ааа. Да, дед, вот веришь, нет? Я знал, что есть такая деревня там, например, что она здесь находится, да? Но здесь я не был ни разу. И если бы я не захотел... Я бы сюда не пошел бы, если бы у меня не был севший телефон бы. И я бы мог позвонить домой, предупредить. Да нет, тебе делать нечего. Ты ищешь приключения на своих заднихах. Зачем тебе? А уже нашел, дед, уже нашел. Зачем тебе? Ну, нормально. Сейчас человек работал бы. Я вот не просыхаю, работаю. С дабом возраста. И все нестерепано. Рожить надо. Не вижу ничего. На самом деле с маленьким этим стоит. В интернет-то выходишь? Конечно, каждый день, дед. А что ты там делаешь в интернете-то? Да так. То 18 плюс смотрю, то комедии какие-нибудь, то еще что-нибудь. Я не смотрю ничего. Меня смотрят. У меня несколько каналов на YouTube. Только на одном 22 тысяча роликов. 60 миллионов просмотров. Да. Деньги зарабатывать, да? Ни рубля. Ни рубля не берет? Никогда не берет. Специально администрацию ведомили в Америке, чтобы вы не доставали тюни. У меня несколько каналов. Мы можем забирать милифейщество. Посмотрите. Зеркало. Туговано здесь. С чем? Развязи. Да у меня нет. У меня нет. Полиция сейчас поедет. Мы обязаны все рассказать, показать. У меня с тобой ничего нет. Беды никакой нет. Мы просто обязаны. Когда дед она подъедет? Ты звони уже, чтобы ехала, потому что это. Довезут меня как раз до дома. Я же тебе сразу сказал, дед, я чистый. Нет у меня ни приводов, никаких проблем с полицией. У меня нет. Бывает приводов, никаких нет. Он зашел в школу и расстрелял 9 учащихся. Ты что мне, блин? До трусов раздеться или что? Только что, только что. Еще не проглотили. А, нет. Я же тебе говорю, мне что раздеться по тобой или что? Ты слышишь еще? Я не слышу тебя. Я тебя не слышу потому что. Я пришел и расстрелял учитель, весь класс. Ну мне это не интересно. Ну а говоришь, за мной не счастлив. За ним еще не счастлив. Прекрасная биография. Другой 30 человек застрелял в школе. Что, кто вообще это должен смотреть на них? Как будет стрелять? Ты слышал про Беслан? А? Беслан, что такое? Да, песня у меня такая бывает еще. Беслан, слышал, слышал. А что там про нее? Северная Осетия там, когда там ученики школы, да? Да, да. Значит не знаешь. Там слезы, там горе. Бывает, дед, бывает. Время сейчас другое. Не объясняй мне, я тебя не слушаю. 300 детей погибло только сразу. От взрослых рук. Которые никто на учете не стоит. Плохо торопал уже. Плохо торопал уже. Е-мое. Так, это еще не принеси, скажи. Принеси, брат, что-нибудь. Костя, чай. Я тебе налил с медом слева. Да. Да. Не, мой вместо чая воды просто. Я чая не очень. Редко пью. Просто воды, хватит. Плезь, я не могу ее позвонить. Связи у меня здесь нет. Ты все, зря что не видишь там. А какая связь-то? Медофонная. Ну не, одна пайочка есть. Я в асаке буду. Смотри, вот. Может подойди бутылка одна? Давай. Я вижу. Я пил уже с нее. Видите как, вы живете... Одним днем где-то, одним днем. Нет у вас днем никакого. Вы даже в это время не знаете, зачем вам это идти. Ничего не говорите. Я тоже не знаю. Не, я сейчас знаю, я домой иду. Когда бывает с похмелья, не знаю, что выпить. Бывает, дед. Заливает. Бывает, заливает. Она всякая разная бывает. Или пан, или пропал, и все. Ты никогда Богу не молился? Не доводилось. А для чего живешь? Какая цель у тебя в жизни, что ты родился? Да я не знаю, дед, ничего. Не знаю. Спасибо, Мишера. Головой так, туговатенько. Что сделали с людьми люди? Он ничего не говорит, согласен. Что даже нигде не могут поверить. Даже возьмут, будут достанут. Да нет, а мне не надо, дед, зачем, чтобы не верить? Никто не поверит. Нет, нет. Нет, сюда нет, ты сам знаешь. Ты же там говоришь, что, что. Где там, везде там был. Не пойман, не вор, правильно? Вор, вор самый настоящий. Нет, нет, ты сам скажи, за что садят? Не за то, что ты своровал, а садят за то, что тебя поймали, правильно? Если бы ты своровал, тебя не поймали, ты же не вор. Они тебя не посадят. Вор, так они пойманы. Вор, но не пойманы, правильно? А садят же не за то, что ты своровал, когда тебя поймали. Вор царствие Божие не наследует. Ты должен научиться давать. Давать? Да было бы что тебе давать, как у латыша это, да душа. А что ты будешь давать-то? Ну я тебе говорю, нечего. Хочешь, перчатку тебе кожаную подгоню. А смотри, оденешь там ее, будешь работать на огороде, будешь что-нибудь делать. Хочешь тебе? Никаких отпечатков не останется. О, ничего не говори, вот тебе подарю. Правда одна, я вторую потерял где-то по пути, я не знаю где. Давненько уже было. Ну бывает вот так вот. Ты сам надумал приехать сюда или тебе кто-то приговорил? Куда сюда? К тебе, вот сюда в эту деревню? Да. И сюда прийти. А кто мне где-то наговорить мог, что я один шел бы? А? Кто мне мог наговорить? Скажи мне. Скажи мне, кто мне мог наговорить, дед? А? А ты знаешь, что у тебя написано на груди? Где? Да, да. Ааа, так, ОФ. Еще дальше. ОФ, так, так, так. Эпс, так, неф, стиль. Не знаю, у меня иностранные языки нет. Я не знаю. Да. Да. Так, еще там здесь у нас. Ну не знаю, чем он, куда он пропал-то. Я не знаю. Я не знаю. Ну давай. Давай правду. Давай конкретно. Давай, если правду. Ты начинаешь хамить уже. Тебе уже просто так никак. Ну говори, давай, я тебе правду отвечу. Приняли просто так. Ты их дашь. А сейчас, как только перемени разговор, и поползешь на четверенько. Я на вашего брата нагляделся. Вы такие шустрые. Когда начинает вас ломать, там еще нету. Одна обливательная последняя. Так, пожалуйста. Ничего не говорю у меня кроме этого. С медом сделал. Спасибо. Спасибо. Как можно по-другому выйти, чтобы не через поле вот так. Ближе есть? Там по деревне, если ты пойдешь. Не, ну тогда я лучше обратно вот так выйду. Быстрее. Бутылку возьми, чтобы дорогой пить. Конечно. Спасибо большое. Перчатку возьми. Забрать тоже? Не надо тебе. Я же тебе хотел подарить где-то что-то. Не надо? Да я не сдусь. Просто такие как-то это. Он строгий. Справедливый. Постой. Конечно. Все. Спасибо. Пожалуйста. Положи все, чтобы не потерять. Да я не потеряю. Сумочку дайте подарить. Не надо, не надо. Спасибо большое. Все, Бог. Бог помощи тебе. Спасти душу свою. Как называется? Константин. А, Константин? Боже, славяй, Господи. Пошли. Слава тебе, Боже, слава тебе. Как-то тогда эти воры попались. Я с ними разговариваю. Говорит, да им легче в гостеру попасть, чем к вам. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ее не хочу тост. Он не может понять.